200 человек в Караганде лишились работы. Карагандинский ремонтно-механический завод, который работал с 50-х годов прошлого века, славился на весь Казахстан и пережил кризис 90-х сейчас на грани банкротства. И сотрудники, и арендаторы завода винят в его развале реабилитационного управляющего. Людмила Батюшкина выясняла детали. Рабочие заводы Карамазе уже не раз выходили на стихийные митинги. Вернее, их выгоняли с рабочих мест за вороты или просто в начале рабочего дня не пускали на территорию. С 28 мая завод закрыли окончательно. Специалистам ничего не осталось, как искать другую работу. Как собственники выдали распоряжение охране, чтобы нас всех просто вывели с территории. Даже личные вещи особо не дали забрать. Кто что успел похватать. И как бы вывели просто, повесили замок. Были клиенты, была работа, и все как бы кипело. Сейчас даже не знаем, что делать. Ну, как бы вот так вот. Просто жалко людей, клиентов, которые мальчишки молодые и нас просто вышвырнули, выкинули. И не работы, без работы. А как нам дальше жить, выживать в этом мире? На заводе ремонтировали тяжелую сельскохозяйственную и карьерную технику, включая обелазы. Предприятие славилось на всю страну за качество и соблюдение сроков. Теперь и недропользователи, и крестьянские хозяйства не могут забрать свои запчасти. У последних срывается уборка. Сдали в проверку блок КамАЗовский и Шатуны. Обещали отремонтировать, проверить это где-то за дней 10. Вот прошло полтора месяца, завод закрыт, нам ничего не отдают. Из-за этого мы не можем не собрать КамАЗ, который должен уйти на уборку. Даже в 90-е годы, когда была разруха, он работал. Такого не было, чтобы он был закрыт. Видите, вот проходная. Уже четвертый раз приезжаем, мы даже не можем попасть на территорию. Самое обидное, хотя бы отдали бы это. Это же немало денег стоит. Много было директоров, но такого бардака, как сейчас, нет. Это все равно, что вы, например, свой автомобиль загнали в автосервис. Пришел хозяин сервиса, рабочий выгнал и сказал, что все, это моя машина. Жалко не то слово. Предприятие, которое пережило не один кризис, скажем так, и 90-е, и развал, и так далее, и тому подобное, сейчас уже в такое время разваливаются они. Скандал начался в 2016 году, когда налоговые органы доначислили предприятию огромные налоги. Учредители дошли до Верховного суда, но доказать свою правоту не смогли. Департамент госдоходов назначил на заводе реабилитационного управляющего. Учредители стали арендаторами, которым выставили аренду в 5 миллионов тенге в месяц, помимо коммунальных расходов и ремонта. Я исправно платил реабилитационному управляющему, то есть есть квитанция, есть договор старой аренды. В полиции ответили, что обращайтесь в суд. Суд, естественно, обратился в суде. Реабилитационный управляющий ссылается на то, что она вообще меня не знает, первый раз видит. И никогда не знала, что у меня здесь находится оборудование. Оборудование, оно с 2015 года, там остаточная стоимость по балансу 19 миллионов, на 60 миллионов продукции лежит. Реабилитационный управляющий уверяет, что завод развалили до ее прихода. И сейчас на территории только один арендатор, да и тот не оплатил аренду за последний месяц и не сделал ремонт. Поэтому она и отдала распоряжение закрыть ворота. Мол, арендатора предупреждала за три дня, и он должен был позаботиться о вывозе имущества клиентов. Теперь ее задача – сохранить все имущество на территории. Я сейчас обнародую все их неправомерные действия, которые они творили на доводе. Кому понравится то, что я обнаружила снятие денежных средств в размере полтора миллиарда тенге. Кому понравится, что я провела аудит и выявила факты хищения денежных средств. Факты необоснованных списаний. Кому понравится? И этим фактом уже дает правовую оценку и прокуратура, и департамент полиции. Поэтому говорить о том, что Телегенева довела этот завод и закрыла, сейчас не пускают. Ну, говорить об этом глупо. По словам Алии Телегеневой, она готова пролить договор с арендатором, если тот оплатит аренду. Сейчас полиция расследует несколько уголовных дел по заводу. Одно из них уже на стадии передачи в суд. Тем временем арендаторы пишут во все инстанции и даже в администрацию президента, требуя прекратить произвол управляющей.